так ребят надеюсь все нормально работает слышно видно привет всем кто только подошел и вперед займемся каким-нибудь кистом только вопрос каким так все нормально отлично так слушайте вижу меня этот по моему уже активирован войти вы посмотрим найдите золотом миги некую знаменитость космическая звезда как сообщает газета сладкие сны на пинаконе появилась некая суперзвезда это ранее покинула этот мир на пике славы вы заинтригованы и хотите хотя бы одним глазком взглянуть на эту суперзвезду погнали грейди списке тут только этот крест как ты видишь суперзвездой именно в этом бы остальные тоже были тут нужно еще что-нибудь потыкать я про это само собой они все доступны никто с этими спорят очевидно нужно любой начать так что это ты проигнорил то что я сказал и даже грейди я что-то ничего нигде не вижу так что тази ладно погнали мужчина стоящий перед вами не заметил вашего присутствия но вы вовсе не обижаетесь любую сего безупречными чертами лица вы и сами о себе забыли а прошу прощения не был так занят что сразу не заметил вас вы тоже пришли за автографом погодите немного я вас не знаю где-то я вас видела где-то видела ты выглядишь довольно взрослый неужели ты еще ребенок это же лесли дин космическая суперзвезда с эпсилоны как ты вообще могла такое сказать где-то я вас видела ребят безумные фанатки не стоит горячиться вселенная огромная у каждого из нас разные окружения и жизненный опыт я всего лишь рядовой актер далекий от звания суперзвезды способный осветить все уголки вселенной он такой красноречивый и такой скромный почему в глазах темнее ох простите я по привычке решил что вы здесь ради автографа приношу свои извинения и не сочтите меня высокомерным слишком вежливо для знаменитости как мне удостовериться что ты настоящий лесли длин длин какое неуважение взгляни на этот автограф кому под силу его подделать это без сомнения настоящий лесли не ну как бы учитывая ребят что происходит в этой вселенной я думаю найдется поддельщики очень хороший эта девушка права сначала я сама сомневалась но когда увидел эту элегантную подпись все сомнения развеялись я знала что ионы не настолько слепы чтобы позволить восходящей звезде погаснуть так рано погаснуть вижу ты действительно ничего не знаешь о происходящем у меня как раз при себе газетные вырезки об этом инциденте прочти сама ого нет ого ты что их с собой сон притащил не знала что ты настолько безумный фанат не смейся надо мной вот вырезка дома посмотри скорбные новости скончался лесли длин космическая суперзвезда экстренные новости на канале эпсилон энтертеймент согласно данным из надежного источника крейсер галактического класса известный под названием край туманности о стоп край туманности звучит знакомо взорвался через семь часов после вылета из единого космопорта эпсилон x причина взрыва пока не ясна торговая гилдия эпсилон незамедлительно отправила флот для проверки для проведения спасательной операции но выживших найти пока не удалось по словам одного из пассажиров на борту на борту края туманности летел лесли дин восходящая звезда индустрии развлечений также известный как космическая суперзвезда вся команда канала эпсилон энтертеймент выражает глубочайшие соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа погибших в результате взрыва теперь понимаешь они утверждали что лесли пропал но они ошибались настоящий лесли дин прямо перед нами так в таких авариях обычно мало кто выживает трудом верится что-то я не верю раз уже вы об этом заговорили господин дин простите если мой вопрос покажется вам грубым но как вы выжили в этом происшествии ничего не могу поделать со своим любопытством ваш вопрос вовсе не грубый госпожа меня не впервые спрашивают об этом во сне двигатель круизного корабля край туманности на борту которого я находился внезапно полностью вышел из строя что привело к взрыву а логике вещей шанс моего выживания был почти нулевой я так я тогда потерял сознание прошло много времени прежде чем я снова открыл глаза на мгновение мне действительно показалось что я вознесся небеса так продолжалось до тех пор пока добрая медсестра находившаяся рядом не сообщила что я пережил ужасную аварию тот момент я понял что мир вокруг меня на самом деле реален мне рассказали что когда произошел взрыв и макрая туманности проходил космический корабль рыцарей красоты опа благородный и храбрый рыцарь бросился на место катастрофы рискуя собственной жизнью в поисках выживших блин учитывая что у нас там был ивент с аргентием и всякое разное случаем и он был и так он нашел меня но увы я был единственным кому удалось спастись да упокоиться с миром все те невинные души которые заслуживали спасения ну конечно даже красота не позволит такому идеальному человеку как господин дин уйти из жизни так быстро правда может это был аргентий сожалению пути и выжил авария нанесла моему телу непоправимый ущерб я не могу продолжать свою актерскую карьеру более того жизнь под светом софитов уже давно утомила меня и морально и физически поэтому я просто попросил скрыть информацию обо мне от внешнего мира чтобы продолжать жить обычной жизнью именно тогда кто-то напомнил мне о существовании пинаконии в этом мире грезы могу вновь стать тем полоследином какими когда-то был и забыть ту боль которую причинила мне эта трагедия ну понятно потому что ну собственно это место где сейчас мы находимся это по сути местная матрица так сказать в реальность у него все плохо с телом а вот тут как бы нормально так что да варя я всей души счастлив что могу встретить здесь всех и продолжает меня поддерживать ласли дин подносит свои изящные пальцы к лицу чтобы осторожно смахнуть ресниц перламутовую слезунку после лишь вы слышите как несколько его поклонников включая эру дроида одновременно ах нули харизма и очарование который излучает каждое его движение завораживает какая непринужденная чувствительность вы начинаете понимать почему во всех уголках галактики знают имя ласли дина можно мне автограф мне есть подруга которая очень хотела бы получить ваш автограф конечно как зовут вашу подругу новой сюда лыси ну какое восхитительное имя лыси у звезды сияют освещая ваш путь искренне ваш ласли дин прошу жилой вам и вашей подруги да быть в хорошем настроении госпожа вы получили автограф космической звезды ласли дина на самом деле вы не понимаете что значит получить автограф во сне но вы все равно чрезвычайно довольны ура продам на ebay ребят как говорится так и так сюда скорее с этим человеком что-то не так и а если да о нем у меня интуиция острая как бритвы этому человеку как будто чего-то не хватает а если в тебе чего-то не хватает значит тебя больше нельзя называть полноценным человеком неполный какой кошмар лэси мы должны придумать как ему помочь понятно ничего не понятно а вот теперь понятно это вы госпожа лэси я рад что нам выпало познакомиться в городе грез как видите мне еще не сделаем если возражаете может поговорим чуть позже починили его господин лэсли вот не так вы плохо себя чувствуете нет подобное не должно происходить во сне извините меня я вдруг почувствовал не знаю как это выразить словами но я чувствую себя ужасно не хочу омрачать ваш праздник но похоже мне нужно немного побыть одному вы устали может закончим на сегодня мы и так уже довольно долго долго вас донимаем согласен не так жаль господин дин господин лэсли надеюсь вы скоро поправитесь лэсли дин накмурился и по его делу прошла едва заметная дрожь похоже ваше действие заставили его испытать какую-то непонятную боль и печаль будто почувствовав ваше присутствие он заставил себя открыть глаза госпожа лэсли вы еще здесь простите я не знаю что со мной происходит давайте я помогу попробуйте описать что вы чувствуете только что я внезапно ни с того ни с сего почувствовал будто будто меня пронзила пуля оставив невидимую дыру в груди когда она пронзила мою грудь мне показалось что я потерял всякий смысл своего существования я почувствовал будто никогда не жил все воспоминания наполняющие мое сознание вдруг показались совершенно фальшивыми как будто кто-то насильно вселил их в меня как будто они мне вообще не принадлежали о вот теперь становится понятно что здесь происходит как бы объяснить это чувство мне казалось словно словно я очнулся в коридоре полным картин и все они изображали сцены из моего прошлого но каким бы ярким не был пейзаж на картинках я все равно чувствовал себя абсолютно очужденным как наблюдатель пробравшийся в эту галерею может все те события действительно случались со мной но я просто не могу связать эти воспоминания с тем человеком которым я являюсь сейчас может я провел слишком много времени наслаждаясь золотым мигом до границы между сном и реальностью начали размываться это плохой знак вполне возможно но я не знаю кому обратиться за помощью я я знаю госпожа лыси это может прозвучать немного пугающе но я боюсь что мог забыть как проснуться в смысле я попробую поговорить с семьей это может сработать как странно раньше мне никогда не возникало мысль спастись реальность настолько хрупка и мимолетны и можно словно одуванчик развеять легчайшим дуновением ветра я говорил эту реплику в фильме древние грезы о далеких звездах она очень удачно описывает нынешнюю ситуацию госпожа лыси если вы можете свободно перемещаться между миром с новой реальностью сможете ли вы проконсультироваться с представителем семьи в реальном мире я не хочу провести остаток своих дней утопая во снах посвящая себя отыгрыванию роли чей-то тени не могу себе представить более трагичной судьбы госпожа лыси я хочу спастись вы мне поможете опа ой лысли дин расстраиваться ведь эмоции 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 влад заблокирует тик так окей так ну поговорим так добро пожаловать грезы дорогая гостья чем могу помочь лысли дин нужна помощь что лысли дин мне знакомо это имя вспомнила так часом не звали того трагично погибшего актера вы имеете ввиду когда говорите что ему нужна помощь так объяснить ситуацию ну мы опустили парочку подробностей само собой плохо дело гость явно испытал нечто настолько необычное что назвал бы это забыть как проснуться я сообщу об этом гончи ой я сообщу об этом членам семьи уверена они урегулируют эту ситуацию благодарю за предоставленную информацию госпожа лыси или собирается сказать гончи мне дурное предчувствие надо вернуться в сон и проверить лысли так вот ну и расту это тоже вариант это лысли кто-то пытается похитить господина лысли эти головорезы вскочили из ниоткуда они просто молча схватили и убежали в ту сторону моляю тебя должна ему помочь гост 10 круток до нее осталось так что не важно кто вы чего вы хотите это это сон вы не сможете забрать с собой в реальности вещь украденную во сне ты уверен что это аномалия уверен одно его существование здесь нарушает несколько условий соглашения грез поняла начать процесс устранения что вы делаете это плохо нужно их остановить так видите здравствуй я не особо хорошо в этом разбираюсь поэтому я не занимаюсь таким на стриме как минимум точно пока что когда поглубже так сказать разберусь тогда может быть но точно не сейчас я не эксперт в этом плане то это не важно вмешательство в правопорядок семьи является нарушением соглашения грез мы должны устранить ее и аномалию а ну гост ну и чё мне тоже янчик выпал вместо ханаби первый раз но у меня как раз янчика не было в пати вот теперь есть стандартного баннера теперь все есть он конечно мне не нужен но пусть будет там и да не просит гост ну да я перед вами в долгу госпожа лэси даже не знаю чтобы со мной сделали если бы вы меня не спасли перед вашим приходом я услышал как они упомянули номер комнаты 10 07 может это может это тот номер в отеле из которого я вошел в сон а еще а еще они все время говорили что-то про аномалию мира грез чтобы это могло значить я не знаю как проснуться и не могу вспомнить номер комнаты из которой вошел сон может у меня какая-то мутация может они приходили чтобы вас разбудить правда я бы не был так уверен если бы это было так то зачем им проявлять такую жестокость у меня так с гостями не обращается я должен вам признаться госпожа лэси мне очень страшно я боюсь что когда проснусь столкнусь с ужасной реальностью а еще боюсь потерять то сознание которое сейчас обладаю по крайней мере теперь я могу видеть слышать и ощущать то что происходит вокруг кто знает какие изменения претерпела мое тело в реальности даже если я знаю что это сон и что с этого это мир грез достаточно реалистичен для многих людей которые могут просто погрузиться в него и почувствовать себя живыми не так ли после каждого знаем наступает пробуждение неужели вам не интересно что происходит в реальности вы правы но лэсли на мгновение замолкает он слезко опускает голову нахмурив тонкие брови он отводит взгляд упрячая от вас свои лучистые глаза и на его безупречное лицо падает синие тени было бы ложью сказать меня совсем не волнует что происходит со мной в реальности я до сих пор помню как последний раз встретил вас во сне госпожа лыси я сказал что хочу спастись однако после того как вы ушли я успокоился и начал думать глубже я начал задаваться вопросом действительно ли нужно разрушать эту фантазию здесь у меня есть все что мне нужно все что я потерял в реальном мире снова было дано мне в этом сне мечты и реальность правда и ложь должны ли мы так четко разделять эти понятия не готов поверить в то что человек которого вы видите перед собой есть моя истинная форма я не хочу верить в то что в реальности всего лишь изувеченное тело покрытое шрамами рано или поздно вам всем придется столкнуться с реальностью вот именно лэсли поднимает голову в его расслабленном взгляде вы улавливаете проблески и решимости номер десять ноль семь может у вас найдется время что посмотреть что там произошло на случай если вам удастся узнать правду оставляю за вами право решать делиться ею со со мной или нет в данный момент меня терзает непрекращающаяся тревога я не могу заставить себя успокоиться и внимательно обдумать свое будущее вы моя спутница поэтому я доверяю вашему суждению а сейчас мне следует найти укромный уголок из-за лично дно не хочу снова попасть в неприятности привет арва да где там да вот янчик я чуть-чуть его прокачал чтобы взять халявные крутки и все давайте насчет круток я что-то одна крутка есть короче понятно ну все 80 круток гарант до 90 так что чуть-чуть осталось и она будет в моем гареме если что это стопроцентный гарант учитывая что мне янчик до этого выпал к сожалению я ими потом займусь так а вот и комнаты вы нашли вы нашли его номер 1007 ту самую комнату о которой говорил ласлидин вполне вероятно что правда космические суперзвезде скрывается за этой дверью возможно он впал в глубокий сон от которого не может пробудиться скучать концентрат да не мне одной хватит ответа нет попытаться открыть дверь вы вы чувствуете что что-то не так если бы что-то случилось с таким выдающимся человеком как ласлидин семья бы не оставила это без внимания учитывая то как семья обошлась с ласлидином в мире грез вовлекать их в это дело пожалуй не лучшая затея если они сами еще не предприняли никаких действий проверить вы без особой надежды пытаетесь проверить верную ручку а открыто ну концентрат у меня как бы лебедь и один я доволен сигной дверь не заперта но спящего гостя внутри номера вы не обнаружили пройти внутрь и осмотреть на полу гостиничного номера лежит стопка фотографии ласлидина на некоторые из них стоит его автограф неужели кто-то действительно станет носить с собой столько фотографий вы закономерно задаетесь этим вопросом может эта космическая суперзвезда просто страдает нарциссизмом ну я думаю тут понятно скорее всего какая-нибудь безумная фанатка решила ее воссоздать в мире грез сначала вы не могли понять почему бумажные чеки все еще существует в таком прогрессивном мире как пинаконе но изучив надписи на бумаге вы поняли сам факт того что эту цепочку цифр напечатали на каждом чеке он говорил о том что терпение семьи на исходе гость проживавший в этом номере уже почти две недели задерживает оплату кажется отношение семьи к просрочившим оплату гостям более снисходительное чем вы себе представляете хм интересная деталь вот я про это ничего не слышал до сих пор неужели ласлидин оказался в настолько ужасном положении что больше не можешь позволить себе платить за номер в этом нет ничего удивительного ведь новости о банкротстве звезд появляются в трансляции межзвездного мира чуть ли не каждый день по телевизору идет фильм ваше внимание сразу поглощает быстро сменяющиеся кадры и великолепные спецэффекты после серии шокирующих кадров с взрывающимися военными кораблями на экране крупным планом появляется безупречное лицо ласлидины похоже он играет роль пилота военного корабля героя сыгравшего решающую роль затянувшуюся межзвездную энергетические затянувшиеся межзвездные энергетические воины человека чье имя люди хорошо помнят его имя высвечивается в субтитрах Капитан Ромвиль в ходе этого напряженного конфликта он вступает в словесную перепалку с коварной элитой КММ Внимательно посмотреть так по моему это лишнее ну ладно не важно какую цену предложила корпорация шестой флот не изменит свои позиции если это идет вразрез с нашими принципами Я понимаю что ты дорожишь своими контактами и честью но я настаиваю на том чтобы ты хорошенько об этом подумал откуда такая уверен что твой экипаж разделит твои твердые убеждения капитан Ни семьи ни детей тебе не о ком заботиться значит ты борешься за свои убеждения ты готов забрать их с собой в могилу а как насчет них чувствуют ли они то же самое воображаешь себя мучеником и героем но не забывай то в конечном итоге вы всего лишь группа наемников разжигатели войны которые сделают то за что заплатят ты ошибаешься если думаешь что на небесах найдется место для тебя капитан я никогда не верил в жизнь после смерти Томпсон а еще я думал что ты и сам не веришь в те идеи о которых разглагольствовываешь ты не понимаешь ни меня ни уж тем более моих людей есть одна вещь которую тебе пора бы понять причина по которой я сижу здесь и разговариваю с тобой заключается не в том что я так называемый капитан а в том что я единственный человек который может совладать с твоей одержимостью деньгами честно говоря меня так и подмывает плюнуть тебе в лицо даю тебе пять минут собирай свои макулатуры и проваливай обратно на корабль передай директорам корпораций что шестой флот однажды наведается на пирпойнт прикольно посмотрели фильм под устройством создание грез лежит конверт на нем нет ни подписей ни пометок вы просовываете пальцы в уже разорванный кем-то конверт и вытаскиваете оттуда желтевшее письмо оно исписано гнусными небрежными каракулами маяку и синистазии не сразу удалось его перевести так проект возрождения Лесли Дина о боже верным поклонникам Лесли Дина спасибо что приняли наше приглашение сейчас я объясню все подробности и этапы кирающиеся проведения проекта возрождения Лесли Дина этап первый мы собираем деньги через крауфандинг чтобы выкупить хранилище воспоминания Лесли Дина у торговой гилдии Эпсилоны второе мы тщательно изучим содержимое хранилище воспоминаний чтобы каждый участник имел четкое представление о личности характере и жизни Лесли Дина третье мы посетим пинаконию и создадим с помощью технологии погружения синистезийной грезы составив проект Лесли Дина по данным из хранилища воспоминаний и нашим впечатлениям мы воссоздадим в мире грез тела разум и душу космической звезды дамы и господа каждый из нас стал свидетелем недолгой но блистательный карьер Лесли Дина и мы все крайне опечальны его преждевременной кончиной если вы тоже возмущены несправедливостью постигшие его судьбу присоединяйтесь к проекту возрождения Лесли Дина у нас появится возможность покончить с сожалениями и вернуть Лесли Дина к его блистательной жизни о как информация в письме очень много и так подытожим здесь живет не Лесли Дин настоящий Лесли Дин уже давно погиб однако его сознание сохранилось в мемории фанатам Лесли Дина удалось собрать средства купить его воспоминания и забрать их с собой на пинаконе затем они погрузились в коллективный сон и объединили свои сознания в единую сеть чтобы создать образ Лесли Дина с помощью хнестезийных грез ЧЕГО ЛАДНО Безумие какое-то. Хоть Лесли, который встретился мне во сне и правда хранил воспоминания об этой космической суперзвезде, он был не более чем удачно сфабрикованным плодом воображения фанатов. Жесть. Значит, владельцем этого номера должен быть... Кто? Кто в номере? Греди, во-первых, когда я такое сказал? Я про то, что они сделали нечто очень безумное. Это раз. Ну и да, они, по сути, его воскресили в Матрице. Ну да. Плюс я как раз нечто подобное и подозревал, учитывая, что я сказал в начале, когда мы только пришли в эту комнату, то, что это фанат что-то сделали. Кто? Кто там? Господин, живущий в этом номере, должен был... Разве он не должен был давно выселиться? Неужели... Неужели я забыла запереть номер после уборки? Ну здесь было открыто. О, нет. Пожалуйста. Вы вроде человек не глупый. Пожалуйста, не говорите об этом семье. Иначе... Иначе... Мне точно вынесут приговор за неисполнение служебных обязанностей. И запретят погружаться в грезы. Туда пропал гость из этого номера. Тот господин уже покинул Пинаконию. Он... Расскажи мне. Я никому не скажу. Я... Ладно. Я верю, что вы никому об этом не расскажите. Я слышал, что этого клиента выселили за неуплату. Он... Долго жил на Пинаконии. Но... На богача не смахивал. Многие готовы заплатить любую цену. Но чтобы грузиться в мир грез. Они доходят до того, что тратят... Все до последнего. И... Лишь бы... Просто побывать на Пинаконии. Честно говоря... Ну, хоть я здесь и недолго работаю. Это не первый раз, когда мне приходится иметь дело с такими клиентами. Ну, я рассказала вам все, что могла. Теперь... Если вы не возражаете, не могли бы вы уйти? Мне нужно побыстрее привести этот номер в порядок. И до скорой заселятся другие гости. Окей. Гость, который здесь жил, был вынужден выселиться. Потому что я потерял все свои бережения. Судя по письму, могу предположить, что это был один из тех поклонников, которые помогли воссоздать образ Лесли Дина во сне. Интересно. скажется ли это как-нибудь на Лесли. Надо вернуться в сон и посмотреть, как он там. Интересно. У нас все-таки будет выбор рассказать ему или нет. Правду? Но вот в чем вопрос. А можно ли это действительно назвать оживлением? Потому что настоящий человек уже умер. Это как тебя возьмут и, собственно, воссоздадут искусственный интеллект на твою основу со всеми твоими воспоминаниями. Но это уже будет другой человек все равно. Человек. Ну, да. Вы поняли. С возвращением, Лесли. Я надеялся, что смогу проявить большой энтузиазм. Но по какой-то причине после того, что со мной случилось, я чувствую тошноту и головокружение. Я просто не могу собраться с силами. Надеюсь, вы сможете меня понять. Думаю, я знаю почему. Раз вы вернулись ко мне, означает ли это, что что вы что-то узнали о том, у кого мое положение в реальности. Прошу, скажите мне правду, госпожа Леси. Я думаю, что готов это принять. Какой бы тяжелый не оказалось, правда. А, все-таки рассказали. Хотите сказать, что меня на самом деле не существует? Внезапно некогда блестящие глаза Лесли тускнеют. Его лицо резко теряет. свои золотистые оттенки. И сначала бледнее, а потом вовсе становится белоснежным. На его изящные шеи начинают поступать вены. Вы замечаете, как они напряженно пульсируют. И тут вы вдруг понимаете, что этот момент отчаяния давит на него грузом столетних страданий. Но его отчаяние длилось недолго. В миг, когда кажется, что последний отдых света вот-вот погаснет в его глазах, в них загорается новое пламя. Спасибо, госпожа Леси. Мне было чрезвычайно важно узнать правду. Теперь я понимаю, почему те воспоминания, которые должны были принадлежать мне, казались такими далекими и странными. Я наконец-то это понял. Я тот идеальный Лесли Дин, каким меня видели другие люди, но я далек от того человека, которым должен быть на самом деле. Все мое существование сводится к тому, чтобы знать его место. Но я никогда не смогу им стать. Много кто до сих пор платят ради сохранения моего тела. Они расплачиваются своими финансами, временем, жизнью и даже собственным я. Однако, госпожа Леси, я хочу знать, как вы считаете, неужели живые и правда должны платить такую высокую цену ради сохранения воспоминаний того, кто уже давно умер. Нет, вовсе нет. Это лишать живым. Ну, наверное, нет. я знал, что вы почувствуете то же, что и я. Поэтому я не хочу сидеть, сложа руки. Я появился здесь не по своей воле. Появляться здесь не было моим решением. Но уйти отсюда я могу решить сам. Госпожа Леси, можете помочь мне еще раз? Я хочу поговорить с теми, кто меня создал. Каким бы сладким не был сон, если погрузиться слишком глубоко, можно задохнуться. Я должен помочь им взглянуть в лицо реальности. я помогу. Оказался сблокированным. Если мы найдем подходящую сердцевину замка на замену. Окей, понятно. вот как значит я нет, это значит этот мир построен поклонниками Лесли. Здесь они создали меня. Выглядит так реалистично. Находясь здесь, я чувствую, будто смотрю в зеркало. Но в этом зеркале я могу поближе разглядеть свои внутренности и даже душу. Но если присмотреться, то кроме пустоты здесь ничего не увидишь. Настоящую душу нельзя просто создать из воздуха. Простите, я просто но и без причины. Пора освободить души тех, кто действительно существует. Погнали. Вы стоите перед обычной дверью номера. однако у вас возникло сильное предчувствие, что комната, находящаяся за этой дверью, далеко не простая. Кажется, хозяина этого пространства зовут Роберт. Давайте войдем, госпожа Леси, и готов встретиться со своим создателем. отлично. Отличные новости, Роберт Зеленоухому Джозе удалось достать Древние грезы о далеких звездах Что, правда? Где он его откопал? В высоком качестве? В разрешении 16К Всего лишь? По крайней мере, он так сказал Ну что, хочешь взять на прокатку? Что-то как-то 16К такой себе, да, ребят? 64, вот это уже другой вопрос У меня совсем нет денег С тех пор, как мама узнала, что я тайком беру на прокат записи Она больше не дает мне карманных денег Что? Что плохого в увлечении фильмами? К тому же, это дебютная работа, Лесли Дина У твоей мамы вообще нет вкуса Не волнуйся На этот раз я заплачу Приходи ко мне на каникулах Посмотрим фильм вместе Спасибо, Гарри Роберт Я нам миг почувствовал Будто наши чувства слились воедино Его родная планета Обедневшая земля О, находящаяся под санкциями корпорации Со времен межзвездной энергетической войны Единственный способ для них Смотреть фильмы И дорого Брать на прокат кассеты У контрабандистов Что-то это мне напоминает Гарри Лучший друг Роберта Он для него как старший брат Я чувствую, что Роберт Очень полагается на него Тогда, ребят Теперь понятно, почему 16к Давайте пронаблюдаем еще Госпожа Лайси Тебе нужно принять реальность, Роб Гарри Гарри больше нет с нами Но у нас У нас еще Осталось так много Непросмотренных фильмов Пурпурный дождь Любимый фильм Гарри Пурпурный дождь Мы поклялись Что однажды встретим Лесли Дина И возьмем у него автограф Очнись, Роб Мы живем в мире Где нет места надежды Эти твои межзвездные путешествия И космические суперзвезды Не имеют к нам никакого отношения Я пытаюсь уберечь тебя От этих вещей Потому что Нет Я не хочу Этого слышать Я хочу Покинуть это место Я хочу Чтобы все это исчезло Ты ничего не понимаешь Красоте Никто из вас не понимает Только он понимает Гарри Гарри был оптимистичным Сильным Но его жизнь неожиданно Оборвалась Потеряв лучшего друга Роберт Держался Из последних сил Он чувствовал гнев и ярость Ко всему Что его окружало Плошная стена Несправедливости И отчаяния Он начал искать способ Спастись Итак Нашел меня Давайте понаблюдаем Еще госпожа Лэйзи Да А это тут На снимке Изображены Двое людей Роберт и Лесли Дин На лице Лесли Вы видите выражение Которое присущее Любой настоящей звезде Яркость Уверенность И капля гордости На его фоне Роберт кажется Блеклым Незрачным Но это не значит Что он Непривлекателен Просто по сравнению С великим актером Лесли Дином В самом расцвете сил Он кажется Ничем Непримечательным Парнем Уголки рта Роберта Слегка Приподняты Как будто он Изо всех сил Старается Одарить Человека За кадром Улыбкой Но его Выдают Пустые глаза Он тонет Роберт Смог покинуть Свою родину Хотя о том Как он это сделал Ему неудобно Рассказывать Другим В поисках Идеального Лесли Дина Существовавшего В его воображении Он начал терять себя Кое-чего Он так и не осознал Хоть он и думал Что все это время Сопротивляется На самом деле Он просто убегал 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 от тени Которая держала Его в ловушке Убегал от правды О том Что его Лучшего друга Больше нет Он думал Что темная тень Прошлого Исчезнет Только если он Отыщет меня И воплотит Ихскари Не сбывшаяся мечта Он заперся В мире Где существует Только Лесли Дин Он не мог Заставить себя Встретиться Лицом к лицу С истинным Источником Своих страданий Однако Когда этот пузырь Ставший Для него Убежищем Внезапно Лопнул Он больше не знал Куда идти Вот почему Он пошел На эту затею Отказавшийся От самого себя Ради поддержания Вымышленного Идола Что по вашему Нам стоит Сделать Мы должны Заставить Роберта Вспомнить Мы должны Заставить его Вспомнить О том свете В котором Когда-то Была наполнена Его жизнь В этой истории Я Не более чем Козел Отпущения Мы должны Позволить Гарри снова Стать звездой Роберты Прошу Помоги ему Госпожа Леси Блин Прикольно Слушайте Это уже Интересно Прикольно И грустно Человек Вот пытался Таким образом Убегать От проблем И не принимать Реальность Вы Вы Осторожно Убирайте Со стола Фотографию Роберта И Лесли И замените Фотографию Двух юных Друзей Детства Хоть Вы Понимаете Как бы Громко Вы себя Не вели В этом Пространстве Вряд ли Как-то Повлеет На Роберта Но вы Все равно Хотите Сделать Все Аккуратно И Осторожно Так Сейчас Секунду Так Продолжаем По телевизору Лесли Дин Дает интервью Известному Телеведущему Вам не разобрать Их разговор Но вы Видите Двух людей Со Сияющими Улыбками На лицах Их Танцующие Брови И Подпрыгивающие Уголки Рта Говорят Вам Что Их Радость Ни в коем Случа Не Показная Когда вы Нажимаете Кнопу На телевизоре Успокаивающий Голос Лесли Дина Резко Замолкает И раздается Эхом Пустоте Вокруг Вас Пишина Которая Теперь Покрывает Это Духовное Пространство Кажется Оглушающим Гулом Вы Чувствуете Одиночество Которое Испытывает Роберт Но ради Его Собственной Жизни Он Должен Сам Понести И Пережить Это Одиночество Этого Этого Хватит Правда Даже Если Вначале Ему Будет Больно Я Надеюсь Что Он Сможет Вспомнить Своего Друга Детство И поймет Что Ему На самом Деле Важен А Попытается Ли Он Жить Дальше Или Продолжит Страдать Это Решение Он Должен Принять Сам Но Мы Хотя Бы Дали Ему Возможность По Настоящему Взглянуть На То Он Чувствует Внутри А Как Мы Узнаем Что Все Сработало Ну Это Влияет На Него Очевидно Думаю Есть Только Один Путь Чем Больше Наше Влияние Тем Слабее Должна Стать Основа Для Этого Тела Когда Придет Время Я Должен Почувствовать Эффект Который Принесут Наши Действия Пойдем Госпожа Лыси Нас Ждут Остальные Так Минус Так Один Интересно Сколько их тут будет Джилиан Наверное Имя Этой Фанатки Пойдемте Госпожа Лыси Посмотрим Что с ней Случилось Открыть Похоже Что я Починил Себе Весь Ее Мир Все Стоящие Здесь Фигуры Образ Власть Ледина Который Она Представляет Это Безумие Это Грустно Именно Так Это Жалко И Отвратительно Я Вспоминаю Некоторые Моменты Действительно Приятные Помимо Обезумевших Фанатов Которые Следили За мной За угла Фотографировали Из-под Тяжка Отправляли Сообщения От которых Мороз По коже Ребята Это Типичные Сталкеры Ужас Это Доли Которую Несут На плечах Звезды И Публичные Лицы Хотя Многие Думают Что это Всего Лишь Побочный Эффект Популярности Которую Можно Пренебречь В сравнении Со славой Богатства Похоже Что Госпожа Джиллиан Раньше Была Такой Фанаткой Настолько Одержимой Что Даже После Моей Смерти Поддерживают Эту Версию Меня Осознает Ли Она Вообще Что Это Больная Любовь Разрушит Ее Жизнь Пора Пробудить Ее Госпожа Лиси Да Уж Любой Кто Клевещет На Лесли Дина Мой Враг Это Злодей Это Злодей Его Нужно Уничтожить Разрушить Фантазию Нелегко Увидеть Разницу Между Клеветой И Критикой Я Тоже Терял Путь Вол Двух Эти Голосов Это Урок Которому Учишься Всю Жизнь Я Так До Конца И Не Сумел Его Понять Но Я Понял Одно Эти Клевенческие Голоса Давно Уже Не Были Нападки На Меня Лично Они Постепенно Превратились В Побу Порочный Круг Бесконечной Вражды В Этой Борьбе Не Было Б Победителя Меня Больше Не Волнует Это Беспочвенное Клевете Бриллиант Я Просто Хочу Разорвать Этот Круг Тоски Из Злобы Любой Кто Клевещет На Лесли Дина Мой Враг Это Злодей Ион Лесли Дин Идеален У Него Нету Ни Одного Недостатка Ни Одного Разрушить Фантазию Не Не Хочу Тебя Разочаровывать Джиллиан Но Идеальных Людей Не Бывает У У Меня Целая Гора Недостатков И Славостей Просто Она Задвинута В дальний Угол И Ты Не Можешь Их Увидеть Я Совершил Столько Ошибок За Свою Жизнь Что Их Уже Не Сосчитать Они Все Стали Надежно Спрятанными Скелетами В моем Шкафу Но Они Часть Меня Я Не Могу Сделать Вид Что Их Не Существует Я Надеюсь Что Несовершенство Любого Человека Можно Понять Ведь Если Мы Каждый День Живем Под Увеличительным Стеклом Рано Или Поздно Солнечные Лучи Сожгут Нас Лесли Дин Идеален У него Нету Ни Одного Недостатка И он Он Мой Он Мой Он Мой Разрушить Тут Не Так Лесли Я Думаю Мы Нашли Причину Госпожа Лэйси Я Чувствую Его Сильное Желание Влющейся Из Самого Ее Сердца Могущественное Ужасное Желание Завладеть Кем-то Это Желание Слишком Глубоко Вросло В Ее Сердце Мне Одному Тут Не Справиться Помож Мне Госпожа Лэйси Негативные Мемы Захватившие Разум Госпожи Джилиан Слишком Сильны Рассеять Их Сможет Только Еще Более Большая Сила Хорошо Иногда Бороться С тем Кто Не Слышит Логику Можно Только Силой Берегись Оно Очень Агрессивно Он Мой Навсегда Ну Намек Понятен Да Ребят Надеюсь Мы сделали Достаточно Для Госпожи Джилиан Возможно Это был Единственный Способ Привести Ее В чувство Я уверен Что Многие В прошлом Пытались Урезонить Ее Мне Кажется Она Давно Перестала Воспринимайте Аргументы Мы Ай С вами Все Хорошо Все В порядке Спасибо За Заботу Я Чувствую Основа Которая Держит Это Тело Начинает Рушиться Это Значит Что Наш Труд Был Не Напрасен Направимся В нашей Следующей Остановке Госпожа Лыси Думаю Нас Еще Ждут Так Ну Отлично Лора Лора Интересно Какую жизнь Прожила Эта Женщина Пойдем Леси Постойте Лора Вы ее Знаете Это Ведь Просто Тезка Да Простите Это Имя Вызвало Воспоминания Лес Мои Воспоминания Пойдем Госпожа Лыси Нужно Торопиться Не знаю Как Долго Еще Продержится Это Тело Походу Вот И Виновница Всего Этого Флора Это Правда Она Это Она Бывшая Помощница Лес Моя Помощница Но Почему Она Мне В голову Не могло Прийти Что Она Будет Так За Меня Цепляться Здесь Есть Что То Чего Я Не знаю Нужно Подойти Поближе И Посмотреть Госпожа Леси Господин Дин Прошу Прошу Давайте Вас Познакомлю Это Флора Самая Преспективная Молодая Сотрудница В нашей Компании С этого Дня Она Будет Вашей Личной Помощницей Давай Не Мерюсь Лес Господин Дин Здравствуйте С нетерпением Жду Возможности Поработать С вами Глаза Такие Влекущие Для меня Большая честь Познакомиться С вами Госпожа Флора Надеюсь Мы Сработаемся Господин Дин Завтра Я отправлю Флору С вами На съемки Чтобы Она Могла Познакомиться С рабочим Процессом Вы ведь Не Против Я Приложу Все Усилия Я Вас Не Подведу Спокойно Будь Профессионально Господин Лесли Вы Не Голодны Не Хотите Перекусить Лесли Так устал Господин Лесли Я Не Голоден Но Ведь Вы За Весь День Киде Не Притронулись И Не Вовремя Я Сказал Что Не Голоден Так Глох Съемки Запланированы Завтра На 10 Утро Я Свяжусь Со Съемочной Группой И попрошу Их Перенести Ваш День Рождения Пожалуйста Постарайтесь Сегодня Вечером Отдохнуть Господин Дин Спокойной Ночи Что Случилось Флора Почему Ты Плачешь Не Держи Себе Можешь Рассказать Мне Все Что Тебя Тревожит Я В Порядке Я Правда В Порядке Ты В Последнее Время Выглядишь Грустной Что-то Стряслось На Работе Но Все В Порядке Лиза Беспокойся Обо Мне А Ты Что Ты Говорила О Кондитерской Которая Тебе Понравилась Давай Сегодня Вечером Туда Зайдем И Почему Ты Вдруг Стала Такая Тихая Улыбнись Куда Делась Та Веселая Радостная Флора Которую Мы Так Любим Я Я Сказала Вам Все Что Должна Была Теперь В этот Решающий Момент Я Не Знаю Что Еще Сказать Ну Понятно Флора Ты Знаешь Да После Этого Тура Я Перейду Другое Агентство Конечно Я Знаю Господин Дин Но Хотя Бы Сегодня Я Все Еще Ваша Помощница Я Хотел Узнать Можно Ли Господин Дин Бака 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 Да Да Раста Прямо Читаешь Мысли Ладно Это Не важно Не бери В голову Каждое Приключение Рано Или поздно Подходит К концу Береги Себя Флора Спасибо И вы Берегите Себя Надеюсь Мы Еще Встретимся Господин Дин Человеческие Эмоции Сложная Штука Вы Были Таким Засранцем Это Так Госпожа Лэси Это Так Может Может ли В жизни Быть Что-то О чем Вы Будете Сожалеть Больше Чем Об Упущенном Шансе Это Моя Вина Я Был Слишком Глупым Упрямым Гордым К счастью Небеса Подарили Мне Второй Шанс Пусть У меня Больше Нет Тела Я Еще Могу Изменить Что-то Сейчас Не Хочу Поговорить С Флорой Госпожа Лэси На Этот Раз Я Допущу Она Не Должна Впустую Потратить Жизнь На Воспоминания Эти Раны Ей Нанес Лесли Дин И Сейчас Я Их Зашью Лора Господин Дин Почему Почему Вы Все Еще Здесь У вас Скоро Вылет Если Вы Не Поторопитесь Не Беспокойся Без Меня Не Улетят Забыла Кто Я Снова Вы Всех Заставляете Ждать Не Волнуйся О таких Мелочах Есть Кое-что Поважнее Ты Что-то Хочешь Мне Сказать Господин Дин Не Шутите Так Рейс Вот-вот Отправится И Все Вас Ждут Если Вы Будете Себя Так Вести Нет Флора Я Никуда Не Уйду Сегодня Прощаюсь С женщиной Но На моем Пути Она Сыграла Незаменимую Роль Даже Если Она Сама Об этом Не Знает Добрая Внимательная Терпеливая У нее Больше Хороших Качеств Мог бы Перечислить За Свою Жизнь Пока Она Была Рядом Со Мною Моя Жизнь Не Могла Быть Лучше Она Сняла С Меня Груз От Вес С 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 Но Есть Кое-что Еще Поважнее Если Бо Я Не Вернулся Если Бо Я Не Поговорил С С С Ее Жизнь Достигла Б Низшей Точки Я Лично Стал Б Причиной Ее Несчастья Я Никак Не Могу Простить Себе Этот Выбор Флора Я Не Уйду Пока Ты Не Освободишься От Уз Что Стягивает Тебя Лесли Болван Такой Болван Я Всегда Всегда Любила Нет Не Так Я Всегда Буду Любить Тебя Госпожа Лыси Я Кое-что Осознал Могу я С вами Поделиться Я Слушаю Только что Был момент Я внезапно Ощутил Что все Мои Проблемы Которые Меня Раньше Беспокоили Больше Не Не Имею Знач Знач Не Знач Флора Помогла Вам Это Понять Думаю Да Кто я Этот вопрос Преследовал Меня С момента Как Я Обрел Эту Форму Когда я Читал Воспоминания Из Людских Представлений Впечатлений О нем Я Почувствовал Что Этого Достаточно Чтобы Сформулировать Личность Чтобы Сделать Меня Собою Мне Больше Не Нужно Это Пустое Тело Чтобы Доказать Своё Существование Спасибо Госпожа Лыси Без Вашей Помощи Мне Никогда Не удалось Достичь Всего Этого Пойдемте Я Устал Прикольный Квест Вернулись Госпожа Лыси Голос Лесли Слабеет Его кожа И одежда Становится Прозрачными Как Мусли Иннокония Оторожается В его теле Полуиллюзия Полуправда В этой Коже Не видно Крови Или костей Лишь Свечи И Звездный Свет Мое тело Становится Таким Легким Таким Славым Мой разум Остончается Мои ощущения Словно Покрыты Туманом Сон Подошел К концу Не знаю Почему Но я Спокоен Я еще Не чувствовал Себя Таким Безмятежным В этом мире Гряз Мне кажется Что я вижу Я вижу Себя Лесли Дин Внутри Меня Как будто Он улыбается Говорит Молодец Это так Странно Я так Боялся Потерять Себя Но с тех Пор Как вы Рассказали Мне Правду Не обрел Смелость Проститься Пережив Все это С вами Я чувствую Себя Еще Увереннее Я знаю Что Поступил Правильно Госпожа Лайси Можно Задать Вам Последний Вопрос Спрашивай В будущем Как вы Думаете После того Как я Исчезну Каким Люди Будут Помнить Лесли Дина Он Звезда Которая Никогда Не Погаснет Лесли Дин Космическая Суперзвезда Правда Лесли Дин Был Рожден Для кино Это Звезда Ярко Сияла В небе Пусть Это Было Лишь На Мновение Есть Те Кто Будут Всегда Помнить Его Талент Мне Стоит Быть Благодарным Всем Людям Кто Создали Меня С помощью Этого Мира Грез Они Отдали Свои Сердце Своей Жизни Чтобы Создать Меня Мой Долг Отплатить Им И помочь Жить Дальше Они Создали Эту Возможность И Позволили Мне Написать Для Истории Лесли Дина Лучший Конец Испытав Все Это С вами Я чувствую Будто Жил По Настоящему Даже Если Я Не Прав Я Буду Ценить Это Больше Всего Возможно Мы Больше Не Встретимся Госпожа Лесли Но Пусть Эта Нежная Вселенная Богословит Каждый Ваш Вздох Друг Мой Ребят Все Все Нормально Со Стрима А то У меня Вижу Тут Дропы Пишут Что Идут И Непонятно Все Нормально Ну Хорошо Тогда Продолжаем Мой Любимый Фильм Галактика Цвета Мяты Если У вас Будет Возможность Надеюсь Вы Посмотрите Его Тем Кого Любите Все Ух Текста Конечно Вагон Я Устал Все Квестами Хватит Пока Что Продолжение Следует Клевый Квест Продолжение следует Продолжение следует